Всем привет! На канале Breakfast Show дневные новости в студии Юлия Панкратова. Сегодня 3 июня. И сейчас о главных темах этого выпуска. Израиль принял план Байдена. Два главных условия – освобождение заложников и уничтожение Хамаса – не изменились. Короче, Трамп, бывший президент США, зарегистрировался в ТикТок. Деньги к деньгам. Медиамагнат Мёрдок женился на бывшей тёще Романа Абрамовича. Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах. Закон о прозрачности иностранного влияния, на который накладывала вето президент Грузии Саламез Рубишвили, вступил в силу сразу после подписания. На прошлой неделе парламент Грузии преодолел наложенное президентом вето на этот закон. Под действием закона подпадают СМИ и НПО, которые в 2023 году получили более 20% дохода из-за рубежа. В течение месяца они должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации. По данным Эхо-Кавказа, в Грузии абсолютное большинство онлайн-СМИ и НПО работают с западными фондами. В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте погибли два человека, еще один пострадавший был доставлен в больницу. Пожар возник в воскресенье 2 июня. По данным властей, на предприятии проводились плановые работы. Якобы возгорание случилось внутри резервуара, там рабочие не соблюдали технику безопасности. Версия об атаке беспилотника не рассматривается властями. Правда, местные жители утверждают, что перед пожаром были слышны звуки взрывов. Напомню, российские МПЗ подвергаются частым налетам со стороны Украины. План Байдена по прекращению огня в секторе газа не очень хорошая сделка, но Израиль ее принимает. Об этом заявил советник Нетаньяху по внешней политике. По его словам, условия Израиля для полного прекращения огня не изменились. Освобождение заложников и уничтожение Хамас как террористической организации, ответственной за киноцид. Джо Байден представил план 31 мая. План состоит из трех этапов. Первый включает прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе газа, возвращение части израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, а также возвращение жителей сектора газа в северную часть региона и увеличение поставок гуманитарной помощи. На втором этапе предлагается полностью прекратить боевые действия, вывести израильские войска из сектора газа и вернуть оставшихся заложников. Ну и на заключительном этапе начнется восстановление региона при поддержке США и международного сообщества. На выборах президента Мексики побеждает Клаудия Шейнбаум. Главой страны впервые в истории станет женщина. Шейнбаум уже выступила перед своими сторонниками в штабе и поблагодарила граждан страны и конкурентов, которые уже признали ее победу. Шейнбаум – бывший мэр Мехико и протеже действующего президента страны. Почему так важно, что президентом стала женщина, рассказал Сергей Бойко в эфире «Брекфаст шоу». Для страны очень патриархальной, в которой просто огромная доля, тут вот российские женщины должны очень хорошо это понять, огромная доля сексуализированного насилия, убийства женщин, домашнего насилия и домашних убийств женщин, беспощадное просто неравенство в зарплатах и карьере. Ну то есть для понимания вот такой иллюстрации, типичная реклама какой-нибудь национальной платежной сети выглядит так. Так, рослый, высокий мужчина, красиво одетый шахтер, нефтяник или инженер протягивает пачку денег практически стоящим на коленях жене и дочери. Вот это прям типичная реклама в магазинах. Соответственно, для такой страны, конечно, победа женщины – это очень хорошо. 61-летняя Клаудия Шейнбаум была выдвинута в президенты коалиции, в которую вошли три левых партии, в том числе правящая партия действующего президента. Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик. В 2007 году она была награждена Нобелевской премией мира в качестве члена межправительственной группы экспертов по изменению климата. Ну и еще об одной новой президентке Исландию возглавила Хала Томас Доттер. Выборы в стране прошли в субботу. Победа Томас Доттер была убедительной. Она набрала наибольшее количество голосов во всех шести избирательных округах. Явка составила 80%. Томас Доттер вступит в должность в августе. Новому президенту 55 лет. Она замужем. У нее двое взрослых детей. Ну а теперь к новостям о бывших президентах. Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что готов к реальному тюремному сроку. Но если его изберут, он пообещал рассекретить документы, связанные с убийством Кеннеди, терактах 11 сентября, а также деле Джеффри Эпштейна. И Дональд Трамп теперь в ТикТоке. Напомню, сервисом коротких видео Трампа сложное отношение. Он пытался запретить его, когда был президентом США. Первое видео Трампа появилось вечером 1 июня. Ролик был снят во время турнира по смешанным единоборствам в Ньюарке. Зачем Трамп пришел в ТикТок, объяснила Breakfast Show Александра Филипенко. Трампу нужно было показать себя против истеблишмента, потому что кто может быть больше истеблишмент, чем президент США? Ну это такой инсайдер вашингтонский, невозможно себе представить. А тут, если Конгресс против, значит я за. Если Конгресс, Вашингтон, вот это вот, Вашингтонское болото, я их буду всех, я против них, тогда я иду в ТикТок. Вот это, собственно, и сделал Дональд Трамп в тот момент, как раз, когда продолжаются заседания в Конгрессе, сейчас компания ТикТок пытается оспорить закон, пытается оспорить это решение, согласно которому должны ТикТок, точнее владельцы компании ТикТок, китайский владелец компании ByteDance. Если они не смогут или не захотят найти покупателя в течение года, им нужно будет закрыть ТикТок. Там же на турнире по смешанным единоборствам Трамп пообщался со звездой соцсетей Хабибом Нурмагомедовым. Трамп пообещал разобраться с проблемами на Ближнем Востоке. Замечу, победителем турнира стал российский боец Ислам Махачев. Медиамагнат Руперт Мердых женился на Елене Жуковой, бывшей тещи Романа Абрамовича. Церемония прошла в поместье Мердыха в Калифорнии. Для 67-летней молекулярного биолога Жуковой этот брак стал третьим. Ее дочь от первого брака Дарья, бывшая жена миллиардера Абрамовича. Сейчас она замужем за греческим миллиардером Ставросом Неархосом. Для Руперта Мердыха ему 93, свадьба стала пятой. Ну что ж, совет и любовь. Это таковы главные новости к этому часу. До встречи уже завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!